В летний период такая картина в зеленых аллеях повторяется с завидной регулярностью. Раз в неделю сотрудники местной управляющей компании водой и моющим средством чистят контейнерные площадки. А их на территории микрорайона более 20. После тщательной уборки площадки посыпают хлорсодержащим порошком. Сами понимаете, арбузы, пищевые отходы, жара стоит. Мы знаем стереотип площадки, от нее дикий запах стоит. Поэтому стараемся максимально сделать комфортное проживание для наших жителей. Помимо чистоты, все элементы контейнерной площадки должны быть исправны. Ограждающий каркас, который устанавливается с трех сторон, крыша, мусорные баки, твердое напольное покрытие. Обязательное наличие информационной таблички с графиком вывоза отходов. Разумеется, никаких мусорных завалов и крупногабаритных вещей. За качество содержания площадок отвечают балансосодержащие организации. А за исполнением их обязанностей следят инспекторы ГОС Адамтехнадзора. Балансодержатели контейнерных площадок обязаны следить за своей территорией. Это их объект, они обязаны содержать в чистоте, порядке и благоустройстве. Бывают предприниматели, зетевые магазины, частенько имеют свою контейнерную площадку. Управляющие компании. Неважно, закон распространяется на всех. Далеко не все контейнерные площадки Ленинского городского округа похожи на те, что расположены на территории микрорайона «Зеленые аллеи». Много жалоб от жителей Расторгуевской части города Видное. Эта площадка на первом калининском проезде славится своей неопрятностью. И таких здесь большинство. Контейнеры на содержании у регионального оператора Каширского. Контейнерная площадка в данном случае на содержании муниципального бюджетного предприятия «Дорсервис». В отношении балансодержателя этой контейнерной площадки обязательно сейчас направим уведомление о вызове в отдел для составления протокола привлечения к ответственности. Как отметила Виктория Ильина, штрафы за каждый пункт нарушения суммируются. В итоге получается кругленькая сумма. А за неисправные баки, претензии к Каширскому оригинальному оператору выдвинет административная комиссия. Юлия Пагасян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.